С новостями культуры в студии телеканала 24КЗ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. В столичном театре «Жастар» прошла премьера постановки «Алгашкэ Махабад». Спектакль состоялся в рамках творческой недели драматурга, актера и поэта Каната Жунусова. Режиссером-постановщиком выступил молодой актер театра и кино Даурен Серказин. Помимо блистательной актерской игры, постановку дополнили современные песни, танцы и декорации. Все это было выполнено в кратчайшие сроки – всего за месяц. Автор Канат Жунусов сам лично доверил мне работу над постановкой его пьесы. Для меня и актеров – это большая ответственность. Сегодня на сцене мы расскажем историю чистой, искренней первой любви школьников. В этом и есть особенность постановки. Она обескорыстна любви. События спектакля разворачиваются в последний учебный год. Действующие лица – выпускники. Основой сюжета стала первая любовь старшеклассника к молодой учительнице. Невинные детские чувства, искромётный юмор, яркие костюмы и декорации, динамичные танцы – всё это погружает зрителя в неповторимый мир школьной жизни. Спектакль насыщен яркими чувствами и переживаниями этой поры. Произведение написано для современной молодёжи. «Алгашки Махабад» – это пьеса о выпускниках школы, события взятой жизни. Это произошло со мной в далёкие школьные годы. По истечению определённого времени я решил изложить историю на бумаге. А сегодня я также, как и вы, увижу инсценировку этой истории. В главных ролях постановки блистали артисты театра – Нурлабек Толеген, Мадин Амай, Ербол Тлеукенов, Бейбет Кусаинов, Адиль Ахметов, а также Ельдой Шайкенов. В Астане состоялся бенефис Биби Гульту Легеновой «Любить, надеяться и верить», посвящённый 85-летнему юбилею народной артистки СССР. В программе концерта можно было услышать арии из опер казахстанских и зарубежных композиторов, народные песни, романсы, инструментальные сочинения. Вечер представлен известными казахстанскими оперными певцами, учениками, продолжателями традиций и лауреатами конкурса имени Биби Гульту Легеновой. Сама народная артистка тоже выступила в этот вечер перед столичной публикой и подарила со сценой свой завораживающий и несравненный голос. И сегодня мы хотим преклониться перед её талантом, перед её колоссальным трудом, который она внесла, тем, что она пела и восхищала нас своим искусством. Я один из тех людей, из миллионов, которые всегда были поклонником её таланта. Вниманию гостей была открыта выставка в честь народной любимицы. В экспозиции было представлено свыше 500 фотографий из личного архива Биби Гульту Легеновой. Среди экспонатов можно было встретить награды певицы, а также её высказывания, запечатлённые на бумаге. Здесь представлено её 8 костюмов. Эти костюмы лично она передала, 5 костюмов. Один костюм передан из музея Усть-Каменогорского Восточного Казахстана. Один костюм из нашего нового национального музея взят костюм её. И один костюм мы взяли из театра оперы и балета «Абая». Для великого артиста не бывает маленькой сцены. Даже в самые трудные времена Биби Гульту Легенова не переставала петь и передавала свои знания ученикам. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»